Провести боевое развертывание на открытом водоеме, ликвидировать очаг возгорания и спасти человека из задымленного помещения. Такие условно-боевые задачи поставили организаторы перед пожарными Новоуренгойского гарнизона. Стартовали ежегодные учения, в которых приняли участие 9 команд. В профессиональном мастерстве пожарные будут соревноваться в течение двух дней. Затем, как развивались события сегодня, наблюдала наша съемочная группа. Слово Павлу Прожогину. Наиболее сложное испытание эстафета. Успешное прохождение дистанции зависит от мастерства каждого участника. Условия максимально приближены к боевым. Порой, чтобы локализовать очаг возгорания, пожарные демонстрируют чудеса ловкости, что в полной экипировке весьма непросто. Когда очаг локализован, его нужно ликвидировать от рубежа до цели около 10 метров. Тем не менее, чтобы поразить мишень размером с баскетбольный мяч, нужна сноровка и опыт. Этого пожарным не занимать. Главная задача при тушении – избежать человеческих жертв. За поиск возможных пострадавших отвечает звено газодымозащитной службы. Вынести человека из помещения нужно в считанные минуты, пока он не надышался угарным газом. При поиске людей пожарные также не должны пострадать, поэтому в дымокамеру они заходят в связки. Если во время испытания хоть один боец отстегнется от троса, это провал для всей команды. В реальной ситуации такая ошибка может стоить спасателю жизни. Данное соревнование позволяет повысить уровень профессиональной подготовленности сотрудников пожарной охраны и практически применять свои наработки, делиться со своими товарищами, чтобы потом, участвуя в реальных тушении пожара, спасении жизни граждан, все, что наработано, все, что оттренировано, применить уже в практической деятельности. Завтра спасателей Новоуренгойского гарнизона ждет второй этап. Он пройдет уже в спортивном зале одной из пожарных частей города. Только после этого судьи определят караул, который будет представлять новый Урингой на окружных соревнованиях по профессиональному мастерству. Павел Прожогин, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok